Всем привет на канале Препресс. В последнее время вы могли видеть на фейсбуке 3d картинки. На эту тему снято очень много видео, в основном в англоязычном сегменте. В принципе, я думаю, если вам этот урок не понравится, вы с легкостью можете найти американский аналог. Итак, делаем из обычной картинки JPEG PNG или PNG 3D картинку. Что нам понадобится? Начну с того, что принцип всех 3d картинок заключается исключительно в том, чтобы раскидать по градиентам. Хочется показать быстро, но, наверное, быстро не получится. Это я без подготовки сделаю, просто делаю. Давайте начнем. Самое главное. Ну, короче, выделять области вы можете каким-то образом. Я буду выделять, я привык к работам пером. Поэтому открываем паз. Виндоу. Вот паз. Окошечко паз. Путь. Создаем новый слой и начинаем вырезать наши объекты. То есть, в принципе, я вам рекомендую начинать с чего угодно. Давайте начнем с космонавтом. Я хочу заметить, что я буду ставить на ускоренное, поэтому не буду разговаривать. Для того, чтобы видео не было таким большим. Приступим. Да, наверное, очень хороший. Надо посмотреть, какого оно разрешения. Чем больше, тем лучше и тем меньше будет проблем после того, как поместите этот видео. Ну, эту 3D-картинку на Facebook. Я рекомендую 1920 ставить. Resolution 72. Разрешение. Ну, как для веба. Бикубик. Можно посмотреть, кстати. Я игрался. Вот это бикубическое. Видно? Или не видно? То есть, вот без увеличения. Чисто из-за того, что были сглаженные края. То есть, мы когда увеличиваем картинку при помощи фотошопа, мы сглаживаем эти края. Нам потом удобнее будет эту картинку. Короче, меньше, меньше мороки с ней. Окей. Итак, начинаем рисовать наши слои. Если не возражаете, я ускорю это видео. Опять. так одну вырезали опять же повторюсь вы можете это делать любым удобным для вас способом как вы привыкли вырезать я считаю что чем точнее вырежу тем не будет дальше меньше проблем так создали новое слово вырезаем второго и и и и и Продолжение следует... 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 выбираем цвет, но он же не может плавать в воздухе, правильно? то есть мы берем какой-то вот этот средний цвет с нашего градиента и закрашиваем поехали дальше новый слой что это у меня? видите, немножко откроем уровни Ctrl L или Image Adjustment Levels лучше Ctrl L и уже нашего космонавта понятно, что он такой должен быть выше все равно, да? когда Ctrl L мы его делаем чуть светлее как-то так, но потом дорисуем немножко ноги ему он должен отличаться должен быть контраст обязательно должен быть контраст ровер ровер у нас примерно новый слой ровер у нас тот же космонавт но мы ориентируемся по местности тогда он будет более-менее нормально смотреться то есть у нас колеса совпадают с этим градиентом нижним тогда он не будет дергаться туда-сюда но я покажу дальше поехали это у нас космонавт ровер камень камень же и что это за знак? это камень ну ладно придется тут чуть-чуть почистить не рассчитал не рассчитал камень мы тоже сделаем таким и закрасим короче в камне камень герубная получилась нужно было и не трогать его земля первый космонавт он у нас будет еще светлее он должен быть на переднем плане второй космонавт должен быть между цветом между этим и этим но мы сначала ориентируемся потом по ноге и закрашиваем новый слой не создал как-то так этот текст переходим в режим такой создал новый слой это у нас где-то будет нет будет таким светлее чуть-чуть закрашиваем депс теперь теперь у нас еще осталось этот его сделаем темнее чем этот земля так ну вроде все вроде как все нет этот космонавт астронавт смущает то есть нога должна быть одного цвета с этой землей переходим в режим берем карандаш не карандаш а кисть ставим где-то двадцатку ой двадцатку прозрачность рекомендую поставить ограничения и постепенно закрашивать его но получается конечно не очень где-то так тут тоже самое размазать надо на однотомах десять ну хотя бы так принципиально не будет но если будет будем менять когда мы сделали нашу карту градиента мы сохраняем наши файлы первым это у нас будет файл нажимаем control shift s оптимизейт рекомендую quality можете поставить даже 100 максимальное 1280 на 1920 сохранить называем его как kind нижнее подчеркнение префикс depth и сохраняем отключаем нашу карту сохраняем заново ctrl shift alt s только уже без префикса сохраняем имя файла все мы готовы публиковать нашу 3d картинку на фейсбук заходим на фейсбук добавить запись выбираем наши картинки выделяем две картинки нажимаем открыть он рендерится и мы сейчас увидим все наши глюки картинка большая поэтому может занять много времени на фейсбук наша картинка какие глюки вот на скафандре глюк да наверное здесь даже буквы более-менее нормально получились вот глюк черный глюк это решается непросто но этого можно избежать например возьмем нашего космонавта и посмотрим что тут не так вот он наш космонавт включим наш депс вот здесь где-то у нашего глюка в принципе можно взять и закрасить туда мы избавимся сразу вот этого глюка что еще у нас здесь в дровере черненькое видите вот отслаивается аж надо рисовать что у нас еще очень некрасиво здесь получилось далеко поэтому думаю надо сделать это иначе и чуть темнее чуть-чуть будет будет лучше есть есть земля понятна это более-менее нормально в принципе у нас все осталось на месте поэтому поэтому можно кстати еще есть такой способ добавить на слой либо облотку хотя бы один пиксель либо либо аутер глоу тоже берем цвет и оно как размыто получается ну я игрался что-то мне не очень понравилось ну может сработать в некоторых случаях сохраняем опять как депс эту картинку мы уже не трогаем только играем с этой картинкой опять же створит допис добавляем ждем когда он удается если мы сейчас избавимся от этих глюков то в принципе можно и так оставлять да от этого мы избавились закрасив это у нас более-менее стало нормальным не передвигается и сзади на ровере у нас тоже вполне себе приемлемая картинка что у нас с этим ну какая-то тенюшка ну все я думаю нормально результат вполне себе удовлетворительный всем спасибо подписывайтесь на мой канал подключайтесь к моему фейсбуку будет в описании видео до новых встреч спасибо за внимание